На сердце обида, а на лице улыбка. Кто-то так живет всю жизнь, обижаясь на обстоятельства, а кто-то меняет свою судьбу и потом на него обижаются проигравшие соперники, при этом улыбаясь в конце боя. Приветствую вас, ломающие носы котлетам. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на лучшие нокауты легендарного пуэрториканского боксера Эктора Камачо по прозвищу Мачо, который мог бы войти в историю бокса как Рой Джонс или Мухаммед Али, не говоря уже про Носи Мохаммеда, который был готов убить Эктора за то, что его выходы в ринг были ярче, чем у него. Но он выбрал другой путь. Мелкий Эктор в три года с матерью, братом и тремя сестрами переезжает из Пуэрто-Рико в испанский район Нью-Йорка, где начинается его яркая, но не веселая жизнь. Постоянные драки, гоп-стоп, угоны машины наркота привели к тому, что в 15 лет пацан уже оказался за решеткой. Не бойся того, что не знаешь, а бойся того, что не учишься. Так же произошло и с Эктором, который немного переосмыслил свою жизнь, а с помощью доброго учителя, которого повстречал, перейдя в новую школу, понял, что всю свою мощь можно направить в русло спорта. По любителям Камачо трижды выигрывал турнир «Золотые перчатки», становился чемпионом по юношам и дважды побеждал в открытом чемпионате. После чего в 18 лет начал профи-карьеру, став чемпионом мира во втором легком весе по версии WBC, в легком весе WBC, в первом полусреднем весе WBO и чемпионом мира еще по четырем менее престижным версиям. Ну а теперь перейдем к его поединкам. Не бойся ошибиться, бойся не сделать. А бойцам вообще не стоит думать об ошибках. Нужно выходить в ринг и делать то, что должен. 11 июля 1982 года в Нью-Йорк соперник, подающий большие надежды Луи Лой с рекордом в 15 побед без единого поражения. Во втором раунде Эктор ловит Луи контрпанчем и отправляет тело на настил, но главное, что он отправил дух соперника в пятки. После чего уже просто беспощадно начал избивать беспомощного Лоя, который даже не мог защищаться, что и заставило рефери остановить этот бой. После этого поединка Луи провел еще четыре боя, два из которых выиграл у новичков, а два проиграл среднякам и завершил карьеру. Лучше молчать и славиться идиотом, чем заговорить и рассеять все сомнения. Также и у бойцов лучше просто много трештока, чем один бой в глубоком нокауте. 18 ноября 1983 года Сан-Хуан. Соперник перспективный и подающий надежды Рафаэль Солис с рекордом в 29 побед и лишь три поражения. Атаки Солиса с первых секунд не произвели на Камачо никакого впечатления, ведь на него бросались заточками с самого детства, а тут несчастный кулак в перчатке. Зато удары навстречу и контрпанчи от Эктора Рафаэля впечатлили, да так, что он и не понял, как оказался в стране розовых овечек. После этого поединка у Солиса была серия из девяти поражений, причем все досрочные. И как итог, завершение карьеры с отбитой головой. Лошадь всю жизнь работает в колхозе, но председателем не становится. Так же и у бойцов. Можно всю жизнь драться, но чемпионом так и не стать. 15 ноября 1994 года, США. Соперник опытный Расти Деруэн, который решил сделать новый виток своей карьеры и вышел на бой против Мачо. Четвертый раунд. Зрители, жующие от хот-доги, сначала замерли от красивого нокдауна по корпусу, а потом и вовсе забыли про пиво после феноменального нокаута классической связкой из бокса. После этого поединка Расти еще дважды попробовал свои силы в ринге и дважды проиграл, закончив свою карьеру. Мудрость определяется не количеством морщин на голове, а количеством мизвилин в ней. А бойца определяет не количество времени в зале, а количество побед в ринге. 11 июля 1996 года, Нью-Йорк. Соперник опытнейший Крейг Хоук, который уже провел 85 боев. Уже во втором раунде в режиме танчика Берсерка Мачо понял, что может закончить все это дело по-быстрому и отправиться на поиски новой мадамы на вечер. А жесткая многоударная серия в этом отлично помогла. После этого боя Крейг еще разок попробовал свои силы в ринге, проиграл и завершил карьеру. Самая надежная часть в отечественном автомобиле это импортная магнитола. А боец должен быть уверен в надежности всех своих частей, особенно в бою с равным. 1 марта 1997 года, Атлантик Сити. Соперник тот самый Шугар Рэй Леонард, с рекордом в 36 побед и всего 2 поражения. С первых секунд Эктор задал мощный темп, которому казалось легендарный Шугар Рэй не был готов, особенно к скоростным и мощным ударам. А разрешилось все уже в четвертом раунде остановкой рефери после уничтожения Леонарда в канатах. Для Шугар Рэя этот бой оказался последним в карьере. Не бывает вечно цветущей Сакуры, также не бывает вечно побеждающих боксеров. Эктор встречался и проигрывал легендарным бойцам Хулио Сезару Чавесу, Феликсу Тринидаду, Оскару Делла Хоя и Саулю Дюрану, завершив свою карьеру с рекордом в 79 побед и 6 поражений. Но он никогда не проигрывал нокаутом. Будучи крепким в ринге, он был таким же крепким гангстером в жизни. Суровое детство навсегда запетонировало бандитский характер в его душе. В расцвете боксерской карьеры в 2005 году его арестовала полиция за ограбление магазина под воздействием экстази. В 2011 его лишили родительских прав и привлекли к суду за жестокое обращение с собственными детьми. В этом же году на него было совершено нападение преступников. В него трижды стреляли из пистолета, но он уцелел и не стал заявлять в полицию. Но 20 ноября 2012 года Эктор Камачо ехал на пассажирском сидении со своим другом, когда из рядом проезжавшего внедорожника их расстреляли в упор. Товарищ умер на месте, а Мачо на следующий день в больнице от сердечного приступа. В их машине полиция нашла 9 пакетиков кокаина. Зачем успешному боксеру, чемпиону мира в нескольких весовых категориях по разным версиям, нужно было связываться с бандитской жизнью и наркотой, непонятно. Но понятно одно. Все пацаны, которые выбрали спорт, должны быть преданы ему не только телом, но и сознанием. Занимайтесь спортом во благо, для здоровья, закаляя духи тела и не ищите легких денег во всяком дерьме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы относитесь к таким бойцам, как Мачо Камачо. Продолжение следует...